холодно короче сегодня у нас будет особенный формат это будет небольшой обзор значит обзор вот это вот приспособление значит вы сказали подумали сразу что это рюкзак да но судя по заголовку в котором я написал что-то типа gta или что-то такое вы сразу поняли что это связано как-то с креплениями для gopro вот и я уже затестил ее поэтому сейчас как бы условно мы разделим обзор на две части первая часть это будет вот я покажу вам что здесь как устроена вторая часть непосредственно видео как я тестировал то есть как выглядит конечный результат использования значит смотрите это небольшой рюкзак то есть довольно маленький вот например по сравнению с моим голову с моей головой до примерно по объему туда можно положить планшет вот можно положить пару тетрадей тетрадки тоже без них никак не обойтись а вот это уже серьезно здесь есть одна молния 2 молния и третья молния кармана всего два вот этот вот молния дает доступ к основному отсеку вот в маленьком кармане можно положить инструменты например вот на кого он рассчитан он рассчитан на например людей которые катаются на мотоцикле людей которые катаются на велосипеде вот принципе ну как бы не знаю на путешественников тоже рассчитан тут есть тема для гидропака то есть гидропак то когда пакет с водой такой вы его можете положить в рюкзак вывести трубку здесь есть сквозное отверстие то есть вот я палец просовываю изнутри рюкзака то есть это очень удобно я хожу с рюкзаком quicksilver и у меня тоже есть такая тема и когда я хожу кататься на велосипеде куда-нибудь далеко я тоже пользуюсь гидропаком вот и еще на сноуборде если вы катаетесь то гидропак тоже классная тема то можно например чай зарядить ты когда на подъемнике едете попивать его так сзади у нас есть крепление для gopro в принципе его я не использовал мне кажется она бесполезная ну хотя если вот вам и надо именно факт фиксации то есть я не знаю вы боитесь что к вам кто-то со спины подбежит то вы конечно можете повесить проху и она точно что-то заснимет насколько качественно эти кадры будут думаю не очень потому что но вот эта вся тема она будет болтаться и камера будет так и делать не суть значит открываем основной карман здесь мы видим вот такую вот пластину то есть вот эта штука это пластик он очень плотный там то есть но он достается здесь на ремешках затянуто если мы это все достанем он внутри будет такой но ребристый то есть у него там ребра жесткости по ощущениям это наверное а пб пластик короче я не думаю что он сломается и он выступает если вы на сноуборде когда если например он выступит хорошей защитой для спины если вы катаетесь на мотоцикле то вам обязательно нужна отдельная защита вот эта вот штука непосредственно труба она уже металлическая либо алюминий либо стали с честно я не силен но в общем металл такой но в меру мягкий потому что как видите вот здесь есть хомут вот таких хомутов идет в комплекте по моему четыре штуки то есть по сути вам нужно только два и еще идет по моему два запасных собственно говоря вы уже я думаю догадываетесь для чего вот эта вся конструкция внутри рюкзака вот если я вы не тогда туда помещается планшет пару тетради то есть вы выбираете что-то одно либо таскать вот эту плиту либо таскать вещи в этом рюкзаке это кстати ну принципе удобно то есть если по него сделали больше по объему то наверное было бы уже не так круто потому что он такой маленький типа вообще то есть с ним ходишь вообще его не чувствуешь лямки то есть вот эти все моменты зацепа с человеком они блин как на парашюте то есть они очень плотно крепится то есть но насчет вот этих штук не знаю насколько они там будут качественные но по крайней мере то есть здесь видите есть четыре точки то есть тут 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 и тут соответственно когда я им пользуюсь для съемки я его затягиваю так что ну вот честно говоря этом на велике проедусь мне реально дышать тяжело то есть но я такой расстегиваю его вот тут вот дышу отдыхаю ну и потом соответственно опять застегивают и опять катаюсь в чехле который идет тоже в наборе у нас две вот таких вот трубы вот то есть получается что-то типа вот такой вот конструкция ну как бы там еще идет просто вот такая вот часть трубы комплекте это чтобы мы типа сделать вот так короткую трубу то есть вы проставляете там соответственно еще один хомут вам понадобится ну типа не знаю на короткую я не снимал я снимал на длинную потому что это балдеж пацаны это реально балдеж особенно когда вот я снимаю на 5 gopro и у 5 gopro есть такая штука называется super view но super view это когда большой большой обзор вот и короче я вот крайне рекомендую использовать это крепление именно super view потому что получается просто шикарные кадры вот эта штука это ключ для хомутов то есть вам надо плотно затянуть вот так вот берете и затягиваете он вам обязательно пригодится вот он вам пригодится сто процентов потому что руками эти хомуты затянуть нереально вот эта штука это как ну болт для фиксации gopro но он металлический то есть он металлический у него здесь есть еще такая вот резиновая шайбочка которая ну тоже короче очень приятно затягивать с помощью нее вот и тоже опять же если вы хотите затянуть плотно вашу камеру чтобы например если вы на мотоцикле едете 100 километров в час до то в комплекте еще идет вот такая штука чтобы затягивать вот этот болт то есть вот ну как бы вообще с вниманием к мелочам этот рюкзак сделан просто великолепно пожалуйста я вкрутил в ключ я ее уже не потеряю знаете я чувствую себя ведущим магазина на диване ставь лайк если хочешь магазин на диване а тряси короче вы отпускаете и вот она пожалуйста во всех плоскостях крутится то есть не обращайте внимание вот немного сюда смотрю потому что у меня телефон стоит здесь я себя вижу значит ну соответственно со стороны все это дело выглядит немного странно то есть могу еще садить показать вот выглядит это вот так то есть вот такая большая палка и теперь самая опасная хрень если ваша камера вам дорога будьте предельно аккуратны потому что я тестирую это крепление я чуть не разбил камеру по мелочи раза три по серьезному один раз и я записал его на видео то есть элементарно когда она мне пришла с почты такого потом распаковал быстренько короче а делаю и давай по квартире носиться я короче ударился во все торшеры разбил одну лампочку и ну вот такие перегородки у двери тоже вот она вот видите чуть выше моей головы короче ровненько зацепляется объективом и в итоге когда я ехал на мотоцикле и заезжал вот в этот гараж здесь вот есть металлическая такая часть вот я вот в эту металлическую часть ровненько ударился камерой причем ну я еще тут бордюр я газу поддал и соответственно ударился камерой верхнюю стенку гаража на ну в принципе это все то есть теперь предлагаем посмотреть пару тестов и если вам понравилось это крепление то а вы можете поставить мне лайк бы если вы хотите его купить ссылка будет в описании купить его можно на banggood по довольно демократичной цене потому что я искал похожие крепления они все гораздо дороже и они все менее функциональны на этом спасибо подписывайтесь оценивайте комментируйте и смотрите тест не выключайте видео пока и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...